Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения с вами рэй мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды так я смотрю что здесь у меня награда за лигу сёгунов а вторая уже за лигу самураев две звезды то есть меня сбросили да как бы не дадось звездочки сейчас посмотрим кстати сейчас глянем нет пока лига самураев две звезды ну это не позволительно ребята понимаете это не позволительно поэтому давай-ка мы обратно с тобой в лигу сёгунов побежим я не хочу чтобы получилось у нас как на прошлой неделе сфейлили просто сфейлили мы ее такого нельзя больше позволять так ну что давай события потом вначале мы побежим на турнирку сразу же ее забомбим так 42 44 уровень но я думаю что пока своими силами здесь будем справляться так мне подписчик написал рэй не качай типа rock studio он будет событий в каком событии в этом событии или в каком так слышно постепенно есть давай наверно муху шваркнем чтобы она тут не успела хильнуть ай-яй-яй-яй-яй смотри что делает снял снял дебаф ладно у нас есть кофемашина для этого сломанная которая отказала и взорвалась и причем она взорвалась у нас урон получил почему-то враг ну лига самураев три звезды сейчас будет взята у нас сейчас мы эту давай я возьму на на зэка ну чтобы по-быренькому здесь 1 2 3 4 я думаю одной бомбочки здесь будет им достаточно да как подачка на тиван и они все упадут проверим проверим не все упали роквелл выжил и дони ну ладно дони а роквелл то с какого перепуга вдруг почувствовал себя танком а ну вот самураи взяли так перепрыгиваем мы 20 ступенек как я понял давай возьмем дони 20 ступенек то есть пять поединков мы с тобой переходим на следующий ранг ну такой расклад устроил от меня очень даже ну что супостатики найти вам подарочек от дони да ему очень сильно понравилось ну-ка 60 да ну да значит действительно по 20 ступенек перепрыгиваем 15 19 уже дают я возьму наверное я ну джастин да все знают джастина все знают джастина что он наверное здесь первым ходить не будет да здесь первым ходит хан несмотря на то что у него всего лишь 56 уровень я просто я и мне нет слов ребят на этого джастина даже добить не мог задебафленные чуваки стоят с пониженной защиты он не смог их просто ультой снести вот так вот так что не все ребята бойцы как улица платинового ранга и массовыми атаками хороши у него две массовые атаки и все фуфло и сам по себе ватник даже рафаэль наверно будет круче вот этот вот во первых у него инициатива офигенная да у него одна массовая атака я не спорю но она великолепна даже он на своем 92 уровне смог всех запинать в отличие от джастина ну друзья делайте вывод что джастина надо качать в последнюю очередь возможно даже после бакстера мухи и кирби так ну что здесь возьму наверное я давай железноголового возьмем так сплинтер отвали сейчас у нас железноголовый бомбанет но опять же у него инициатива очень маленькая у него массовая атака но по скорости он конечно слабоват даже кейси 50 какой там шестой уровень и тут ходит первым и саблезуб а вот только он третьим уже да иди ты стоит тут мне выпендривается как то так но вот ребята мы и в лиге сёгунов но это еще как говорится не предел мы можем дальше двигаться да и ка я возьму макмана сейчас макман свое торнадо как говорится запустит и все будет окей ну что кролики получите и этого было достаточно просто выпустили торнадо и все так смотрим тогда 20 ступенек пролетали сейчас тоже 20 ступенек то есть ничего не поменялось так возьмем рафаэля майки вот так вот ну что ж да какое уклонение оно нам тут не нужно это уклонение ваше да ну нафиг ты чё ракзар совсем шли припух ты эйпл не смог ушатать смотри как надо делать вот так вот неплохой удар да ой зря ты это делаешь хэх лео и ты тоже кабан кабана с удара так до не добили и добиваем лео вот как то так погнали дальше сейчас должно быть 50 место у нас 51 возьму баксера здесь раз два три четыре вот этого донателло мне хочется прокачать ребят в платиновый ранг что скажете а в принципе он как бы я не знаю насколько он мощный не мощный но у него все таки есть и хилл у него есть массовая атака у него есть усиление то есть баф как по мне ну наверное достойный персонаж плюс массовая атака которая накладывает дебаф в виде ожога вот карайку наверно если прокачать вот именно эту до сотки мне кажется она будет тоже достойным персонажем у нее очень мощная инициатива она наверно будет вторая или третья после зэка и усаги хотя у нас и хан тоже имеет довольно неплохую инициативу так ну давай да ну хорош ты чё а вот куда ищутся своей вот этой массовой атакой мне кажется тоже была бы неплохая опять же это все предположение потому что скиллы не прокачаны и уровень не сот и какие-то выводы здесь делать сложно но я тебе скажу одно что в лигу сёгнув две звездочки мы сейчас уже переберемся надо только найти мне во 15-20 возьмем лево здесь его одного здесь будет достаточно чтобы сделать вертушку да и чтобы наказать их ну плащ вот этот конечно с кем он там я так и не могу понять там цыпленок или кто у него изображен на плаще похож как на цыпленка да но в то же время непонятно по моему цыпленок ну что лига сёгнув две звездочки у нас в кармане естественно будем пытаться взять лигу сёгнув три звезды так возьмем здесь усаги ну если здесь мы тоже будем пролетать так же 20 ступенек то за пять поединков мы перейдем в лигу сёгнув три звезды а там уже единственное конечно плохо что опять у меня рабочие дни начинаются сегодня короткий выходной ребят вот да и то уже полдня прошло а завтра опять в ночные смены но зато потом длинные выходные так ну что тут попробуем о 16-21 супер шреддер если перед что мы их сейчас запинаем 60 уровень у наших противников достаточно будет одного супер шреддера нет недостаточно недостаточно оказалось понимаешь ну вот такие вот дела ладно главное что никто не пострадал немножко меньше мы берем не 20 кубков уже получается а где-то 18-17 вот так вот ать 16-21 было было же вот ну что возьмем армагона тогда в принципе уже 70 уровней пошли можно даже никого не менять хотя враг 60 уровень имеет ну давай армагон валунчиком их всех притопчи у нас армагон крэнк такие бойцы маузеры которым в принципе никто не нужен там они сами неплохо справляются ищем 16-21 так возьмем наверное здесь крэнга крэнг сейчас сдует их всех тюх одним лучом ну ну что погнали так и да что ж ты будешь делать нифига себе он не добил кабана 62-го уровня что происходит а как как ты его оставил в живых то 18 уровень 1 2 3 4 5 и маузер у меня пойдет получается в соло против всех ничего себе услышь инициативка нормально он даже переплюнул ваньку и кожеголового вот так вот есть лига сегунов 3 звездочки у нас в кармане и последний поединок выступает у нас маузер в соло а вот сейчас там мы и посмотрим да он по идее должен справиться просто всех в труху с одной плюхи я тебе говорил что довольно сильный сильный персонаж ну что ребят сколько нам тут два ранга перепрыгнули точнее два места ну что теперь естественно делаем ежедневки так 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 и вот так бакстер у маузер маузер у маузер у маузер Я думал, сейчас мы этот гриб уничтожим с одной плюхи, но вещь не тут-то была. Он еще отхиливается. Отхил на 3600 нормальный? Хил у него идет. У грибочка у этого 3600. Ракета, конечно же. Давай так сделаем. По щам ему надавали плевок. Так, у щилка эта бесявая. Все. Сабель зуба тоже мы уничтожили. Так, 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 так. Смотрим, что у нас там дальше. Поднять уровень персонажа, это все понятно. Сразиться. Ну что, поехали тогда искать. Не то. Нам нужно, блин, геймпады эти. Раз. И опять выпадает только джойс. Вот он, вот он геймпад. Выпал, наконец-то. Так, и... 9, получается, 9 3D очков. Блин, 9 штук. Да, конечно. Мы только одни нашли. Ну, трындец просто. Просто трындец. Вторые. Третьи. А нам нужно 9, да? Четвертые. Пятые. Пятые. Ну, где вы там? Шестые. Так, пицца кончится сейчас. Седьмые. И последний раз. Нифига не выпало. Пицца кончилась, поэтому я бы дальше искал бы, но никак. Поднять уровень персонажа. Ну, что, идем на нашего Рафаэля. И прокачиваем его до 93 уровня. Здесь забираем остатки наших наград. Теперь. О, вот это вот, вот это хорошо. Это надо, ребят, обязательно проходить. Жетоны на помойке не валяются. И они мне нужны. Так, не забывайте, что мы сейчас еще немножко пофармим. Сколько вообще мы получим сегодня? Сколько у нас было и сколько получим? А, так у нас мало пока, да? 70 всего лишь. Так, плюс еще 60. Так, это уже будет у нас сколько? 130, да? Это будет у нас 130 жетонов. Так, плюс 80. Ага, это уже за 200. Это уже будет за 200, и там сотка. То есть 300, 300 жетонов. Нормально, я тебе скажу. 300 жетонов, и где-то мы нафармливаем тоже около 300. Последний. Пошли пинать. И где-то около 300 мы еще нафармить сможем. Ну, шикарно. О, валун решил бросить. Ну, правильно, правильно. Не осуждаю. Ванька психомолся, взялся за пулемет. Измековин тоже начинает психовать, я прям вижу. На тебе. Промахнулся? Да какого лешего, Армагон? Ну, что ты, блин. Пониженная меткость, поэтому он, ребят, просто промахнулся. Своим супер-турбоукусом. Такая вот дилемма. Так, этого у нас 310 жетонов. Окей. Так, где мы там? Вот здесь, да? Погнали. Блин, у нас, кстати, очень мало телепортов осталось. Все, а, у нас одни жетоны только слились, понял. Тогда фармим их до последнего. Ну что, уже 400 жетонов у нас накоплено. 500 есть. Ну что, ребята, как я говорил, еще где-то 300 нафармили мы примерно. И в итоге где-то 600 у нас жетонов. То есть на следующей серии мы уже получим еще 3 ДНК. Ну и замечательно. Ну а на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.